Тыкаю уже начало записи. Это одна из последних на самом деле частей по баннер саги, потому что мы с вами прошли первую часть, вторую часть прошли, играем уже четвертую, четвертый раз в режим выживания, четвертый вечер, можно так сказать. У меня это трансляция под номером 12, но возможно есть ошибка. Вот, продолжаем. А нет, не продолжаем. Это уже, это уже концовочка. Концовочку мы не будем спойлерить, если что, вдруг пришел кто-то и не видел окончания. Мы играем в режим выживания, суровый тактический режим, здесь чисто бои, нам предстоит пройти 40 битв, мы сейчас на 23, на максимальном уровне сложности. Это вторая глобальная попытка. Была, конечно, первая, но я там даже в первом бою зафейлил и решил переиграть. Вот, и мы только что потеряли... Ааа, стоп. Все. Вот. В прошлый раз мы закончили на следующем, на 23 бою. В бою. Сейчас 22-й. Потеряли Эйвинда, нашего замечательного ткача. Его одолело безглазое. Пол пещеры усилил нитречным. Сейчас будут эти три человека с щупальцами. Бежать было некуда, места для сражения почти не оставалось. Вот, у нас погиб Эйвинд шестого уровня. 32 единицы. Мы его... С клюшкой его, хоккейной... Прощаемся с ним, к сожалению. Слабый 58. И, скорее всего, сейчас я возьму Зефр уже. Потому что мне нужен человек, который будет восстанавливать броню. Беру Зефр. Зефр у нас, кроме починки, еще может рунный ветер кастовать. Это, конечно, прекрасно. Я думаю, что надо сейчас вкидывать все, что у меня есть, в Зефр. Напряжение, дальность, урон. Вот, например, ей три уровня таланта воли. То есть, ей выкачать волю на макс. Воля при отдыхе есть. И все. И она будет и таланты на волю прокачать. То есть, берем мы Зефр и начинаем. Четвертый уровень. Пятый. Быстрый ветер. У нее хаста на этой. Ну, хорошая тема, конечно. О, надо еще, к сожалению. А мне даже не хватит. Ну, мне не хватит на чуть-чуть совсем. Так, учитывая то, что здесь у нас будет, может быть, проходной товарищ. Может быть, может быть. Нам стоит сейчас сбагрить кого-то лоу-левельного. Потому что нам нужно пятый. Зефра нам здесь особо не нужна. Да, да, выбираем Зефру. Потому что я все равно ее не прокачаюсь именно в этой битве. А сейчас в этой битве важно кого-нибудь сдать. Кто мне не нужен. Хагуны-магуны. Хакуны-мататы. Надо качнуть до пятого и отдать предмет хороший. Отражение передвижения в броне. Так вот, нужно дичь удаем артефакт на пятый. Есть еще на третий, но... Он мало принесет мне опыта. Нет. Ну, Хагун-магун. Это самые-самые такие неюзабельные мной персонажи. А мне хватит вообще на них? Должно хватить. 7 и 9. Так, даем ему ненужный девайс пятого левела. Блин, привлечение агрессии хорошо. Ну, видимо, вот эта штука. Минус передвижения, отражение силы, броня. Задача у нас какая? У нас будет три врага. Убиваем сначала нижнего ориентировочно. Но внимательно смотрим, чтобы не было вот этой вот обилки, которая... У нас еще коняшка. Отдаем ему персонажа для того, чтобы, во-первых... Ну, в первую очередь сбагрить предметы. То есть предметы, если ты их сдаешь вместе с... Хотя можно было не надевать его, кстати. Они проходные. Ну, да, они попроще. То есть, если знать, как воевать, то они более-менее проходные. Что у котлеток? У котлетки крабик. Таланты силы и урон силе. То есть у нее 30% крит. Все нормально у нее. А зефра, считая, пока остается, к сожалению. Ладно, поехали. Сейчас надо очень внимательно, потому что в прошлый раз я на этих товарищах две попытки отдал. Так, сразу вниз не разделяемся, просто ушатываем как можно быстрее первого врага. Он ходит, кстати, первым. И он спокойно добегает вообще до меня. А вот раз опять. Он должен вроде кастовать. Вдохновляюще пошло раз. Я не уверен, как он будет действовать. Он идет атаковать. Ой. А летом минус что-нибудь. Начало вообще аховым. И а летом начинает. О нет. Минус а лет. Простите, блин, я как толпун. Теперь загружаем битвен. Я думаю, что можно сейчас хагуну какого-нибудь сдать. Талант напряжения, воли за убийство, воли при отдыхе. Ну типа повыше уровень таланта воли, воли при отдыхе. Это нужно. Можно вот этот вот набор от кача сдать. Ну чисто за... Да, давайте возьмем хагуну. Блин. Ну, во-первых, не повезло с тем, что он первый ходит. Здравствуйте. Начнем с этого. Во-вторых, доходит до котлеты. А, я не могу, да? А почему не ап, ну что я и винды не сдал. Я не помню, там плюс один разница в звездах или просто разница в звездах. Вот я тоже не помню. Я хочу что-нибудь подороже сдать на самом деле. Хотя мне все равно от этих избавляться нужно будет предмет. И предмет можно, в конце концов, позже дать. Я его прокачаю до сигнала. Ну, чтобы у меня было больше выборов в плане... Капец. Я не помню, но звезд до восьми-то и явно ей спустился. Ставила бы девять, чтобы как врагов. У нее девять звезд. Алло. Двенадцать вообще. Экспертные эксперты. Такие эксперты. Я не помню, сколько нужно времени, чтобы туда идти. Ну, то есть, дойдет, не дойдет. Поехали. Доходит так, да? Поехали. Подходит сразу, бьет. Ну, такое, ладно. Блин, ну вот как ты альту поставил, а? Как ты поставил альту твою же шметь? Пробиваем армор. Сейчас. Откидываемся пока в одного, убираем армор. Так, будет атаковать этого. А, минус четыре. Просто, просто бьет. Е-мое. Ноль. Ноль силы. Думаю, здесь надо выходить. Он есть все-таки. Максимальный. Есть пытаться добить. Что у него по обилкам-то? Сквозной и обычный урон силе. Пробивание каждому встречному. Обычный урон. А, обычный. Нет, давай лучше. Лучше пробьем так. Классно, я тут не дохожу. И он сейчас сходит. Пум-пум-пум. Я не могу атаковать его. А я не знаю, что он делает, кстати. Хотя мне все равно на хагуна пофиг, правильно? Поехали. Добиваем. Кажется, он... Сейчас я урон тому донесу. Да. Минус хагун прекрасно, блин. Добиваем раз. Он мог бы мне пригодиться. Да что, как, 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 как? Откуда у него хп-то? Ёппер СТМ. Как? А почему... Я не пойму, каким макаром этот же кастует на этого? Еще раз. Высасывает волю. В зависимости от разницы количества очков. Испорчен. Взрывается после гибели. Я... Своих. Я этого не могу никогда бить. Я по своим мат. Я не понимаю, как оно работает. В этот ход он не уязвим. Дамаг прилетает мертвым махагом. А, ну ясно. Ну... Это очень интересно, что я сейчас снова теряюсь. Это очень интересно. Что жопа какая-то. Если честно. Я не могу так подходить. А, нет, могу, могу, могу. Могу и должен. Надо ему броню пробивать. Сейчас подходите этим пробивать сильным. Мимо брони. Раз. Подрезаем. Йопареса-темп. Минус воля. Уклонение хорошо. Пробиваем раз. Главное, вот этого не потерять. Надо его увезти. Вообще было давным-давно. И чем бы хорошо уже выйти в инвиз. Но, видимо, не сейчас. Минус воля. Входим. Я в шоке, если честно. Просто от этих врагов. Клево. Кого? Ё-моё. Так, а у нас есть... Напомните, кроме Аллео, есть еще кто-то с бафом под... Я вертел просто вот этих врагов. Спар есть, да? Хорошо, дедушка, значит, спара. Я не хочу сейф тратить. 24 у него. Хотя он еще подойдет на 24 и пробьет. Это вообще кайф. О-о-о-о! О-о-о! Я просто ненавижу этих упырей. Просто ненавижу. А почему дали 4 уровня артефакт, если у меня не было людей 4 уровня? Такой вопрос. Эксперты говорили, что он не дает артефакты более низкого уровня, если у тебя нет таких героев. Дают мин минус один, макс минус. Понятно. Сейчас новые подробности, короче, идут. Тесная подъемная пещера оказалась и моздрилась. Вот я на этом не справился. Тут трое таких вот упырей. И еще человек 5 врагов обычных. Так, ладно. Хагуна сдаем 25. НЕТ! Слава богу. У меня просто там сейва нет. Да я ему артефакт не дал, блин! О-о-о-ой! Специально повел его без артефакта, для того, чтобы можно было передать любой. Хорошо, у меня сейв после этого. Это просто жуть! Просто жуть! Лип Ролув не понял сразу, что там. Так, хорошо. А Лео в любом случае погребальный мы не можем ничего. Тридцать славы. Вместо него идет спар. Дальше. Максимальный... Наверное, таланта воли нужно будет спару брать. А, слушайте, у меня и зефр нет, и спар нужен. То есть там два человека на воле. То ли воля, то ли не воля. Можно сбагрить вот это вот талантов брони, талантов силы, талантов напряжения, непонятная хрень, которая не дает регену брони, несмотря на описание. Но... А, этой мы даем девятку, да? Вот это бы еще на единичку про... Подтянуть. Ладно, давай так. Раз. Сорок шесть славы. Не зря прокачал его. Восемьдесят пять славы, никогда такого не было. А, сейчас нам необходимо взять двоих. Это зефр и спар. Извините. Спара в первую очередь нужно... Повысить как минимум. Вдохновляющий саги. Дальше вот уже не обязательно. Не нужно, не нужно. Возможно, вот это на макс. Как бы канарий еще бы до девятого. И зефр нужно подтягивать как можно выше. Блин. Это такой провал просто. Можно шестой таланты воли. Надо шестой и седьмой. Кого-то из них до седьмого дотянуть. Вообще зефра нужно, наверное, для седьмого. Почему? Ремонт максимальный. Этот не нужен, этот максимальный. Ладно, давай посмотрим, что нужно. Да. 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 Нет. У тебя что? Да. Да. Ну, фиг знает. И как бы канарий бы до девятого еще прокачать. Ага, сейчас. Так, воля при отдыхе. Кто у нас будет чаще тратить? Ты воля при отдыхе будешь чаще тратить. А здесь таланта воли. То есть тебя лучше про... Вот так вот сделать. Неукротимый. Раз. Подтвердить. Соответственно, мы ему даем... Седьмой уровень. Так, все плохо. Три единички, да? Соответственно, вот так. У него вероятность не сдохнуть 60. До 80 повышаем. И даем еще брони. Это последний просто. С парой зефр это все уже. Больше, больше у меня нет возможности... Тут надо так. У него ни хп, ни армора, ни хрена нет. Ну все, коня не подтянули. Сейчас нам предстоит воевать с гораздо более сложным противником. Ориентировочно уходим направо, располагаемся там. Пытаемся ушатать по крайней мере двоих из опасных врагов. Потому что если их не ушатаешь, то они там до... Да. Довысасывают от тебя все. Черт. Там реально сложно сейчас будет. Я в прошлый раз на этом... На этом бою не правится мы. Хотя, может быть, забьем на сложных. У нас дичь может, по крайней мере, одного контролить. С парой ставим вперед. Зефр тоже бы поближе, чтобы просто уйти вовремя. Танк последний, окей. Поехали. Сейчас будет очень сложно, друзья. Расстановка другая. Я думаю, что нужно верхнего пытаться убивать. То есть ставим... Нет, слишком близко. Нельзя так близко идти. Псы? Не, нельзя. Короче, выходим влево-вниз. Пытаемся так отстрелить ближнего. Ё-моё, как же плохо все. Блин. Ладно, это так. Это так. Это так. Этого в первую очередь, да? Врыв. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Блин, все плохо. Подальше, подальше. Все-таки подальше. Нет, ты не можешь так. 14.8. Доведет. Так, смотрим, кто ходит первым. Этот тоже ходит быстро. И он доходит абсолютно спокойно. Оскорбление вряд ли, вдохновляющее. Да, поехали. Ну, тут овер-вотч надо ставить. И молиться просто. Время молиться. По разнице в уровне пытаться на... Доходит? Черт. Может, чуть назад тогда. Докуда он доходит? Он до сюда доходит. Везде доходит, короче. Следующий нет. Нет. Ну, тогда просто овер-вотч поехали с богом. Сейчас будет жопанк. Первая. Пошел. Выстрел. Есть. Семерочка. Уже хорошо. Уже не ваншотнет. Бьет меня. Ассасина пробивает. Гад. Рунный ветер сюда, чтобы коняшку забафать. Пока армор не надо установить. Ой, хорошо. Три атаки можно. Еще бы надо ставить ее до алеты, чтобы алета умудрялась. Так, здесь уходим 100% в инвиз. Потом готовимся блочить. Это подходит фигня. Пробиваем. Вот эти вот трое опасные. Ну, конечно. Раз. Блин. Слышно? Да, вот так надо идти. До третьей не ходить. И пытаться пробить. Пытаться или пробить? Пытаться пробить. Поехали. Пес. Ну, потому что тут... Так, пес, 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 пес. Лови! Хорошо. Живи, живи, живи. Живи, живи, живи. Так, не доходит. Доходит. Здесь делаем... Может, таран лучше, а? Дай-ка таран. Чтобы того еще жухнуть немножко по броне. И чтобы того заблочить. Кажется, он не сможет дойти. Идет. Ну, давай стрель. Е-е-е. Успеет. Успеет. Да, успевает дойти, но уже... Вдохновляющая речь. Сейчас надо вот этих двоих убирать. Я успею взять баф в котлетки. Плюс три атаки. Так. Себе. Ладно. Овер пошел. Это сейчас будет ходить. Он должен идти как раз, и я должен его... Ах ты, сучок! Минус жизни. Ладно, это не такая серьезная прям проблема. Рун... Здесь нужен ремонт. Блин, могрум бы отойти. Этот тоже начинает кастовать. А я не могу здесь ничего из нормального сделать. Так, давай-ка подблочим вот так. Идет овер 20. Крит, хорошо. Блин, что делать? Это не угрожает. Вот этот будет ходить еще. Пес-фигня. У этого или у этого? Этот будет идти. Да, давай по нему. Давай я тогда. Раз. Пес идет. Есть, хорошо. Минус пес. Слава пошла. Могр. Мне кажется, должен немножко отступить, чтобы его этот не бил упырь. Просто вот отойти сюда. Ну, чтобы он подходил, и мы на овере стрельнули. Рыбу дали. Рыба моей мечты. Черная рыба. Сейчас отходить будет. Идет кип. Троечка. Всего лишь троечка. Шесть урона. Блин, пробивает. Вдохновляющий раз. У меня тут у меня есть, билет. Ёб. Ровер. Этот. Управим. Стреляем. Так как он? Как он живет-то? Пять. Чуть отходим, чтобы они двигались. Далее. Рунный ветер, наверное, вот сюда. Для того, чтобы коняшку бафнуть. Пробивание брони. Атака хорошо. Эд подходит. Олето хорошо. 14 критулечка. Есть. Он доходит уже никакой. Шикарно. Этот травится. Это пофиг, да? Ладно, ждем. Ладно, ждем. Стреляем. Блин, сейчас брони, конечно. Он будет ходить, да? Ладно, пробиваем. Раз. Может, откинуть. Кто будет ходить? Этот будет ходить. Ну, чтобы овер сработал. Да, давай попробуем щитом протаранить его, чтобы олетка его... Оп. Хорошо. Тактика. Этот потравлен. Сейчас троечка еще минус. Надо отойти от него, чтобы... Ну, чтобы он, если что... И оскорбить, кстати, верхнюю попробуем. Давайте попробуем. Как он переместится? Далеко? Да, переместился. Пес. Орет. Ой. Олета, нитка в иголку. Пробиваем. Еее. Так мы с вами эту... Эту каточку тащим. Минус. Аааа... Ага. Я до сих пор не понимаю, почему они иногда просто не умирают. Быстрый ветер на дичи, пожалуй. Для того, чтобы он смог добежать до туда и проатаковать. Давай. Есть. Как же круто руны работают с котлеткой. Да, 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 да. Да. Может быть, даже рыбу восьмого уровня дали. Фигурка из камня, напоминающая загадочного обитателя бездны. Надо только не забыть, сейчас местами поменять. Сейчас у нас два бафера будут на котлету работать. Прикиньте. Два. Котолец говорит, хорош. Спасибо. Справились. Двадцать пятый. Ой, двойная битва впереди. Необычность этого леса, ярость, атаки коннорожденных. В этом не было смысла. Коннорожденные — это не самое опасное. Лишь очередная попытка выжить. Короче, сейчас просто стараемся чистенько сыграть. Чистенько. Рыба. Два передвижения. Пять пробиваний. Ааа, минус пять урон силе. Пять пробиваний. Это топовая вообще штука. Это человеку нужно, которого нет, в принципе, никакого урона. Но это было бы, знаете, кому хорошо, например, лучницы этой, нит. И пробивать просто на сумасшедшем, хотя, ну да, на сумасшедшем рейнже просто. Классно. Конечно же. Так, делаем вот так для начала, да? Наверное, даже раз, два, три. Урси, да, да. Ну, лучник, я просто рейндж хотел бы, чтобы еще был зоркий глаз. Урон силе. То есть она поджигает фиксированный урон и пробивает броню конским образом. Ладно, ну мне пробивает Могр, на самом деле. И сейчас надо понять, куда девятнадцать кинуть. Либо мы Канарии до девятого апаем, получаем дальность и тридцать процентов крита. Тут два дальность, там один, талант пробивания не нужна, два броня не нужны. И она начнет ДПСить очень жутко. Только вот талант пробивания не совсем понятно, что сделать с ними. Пробой. Ну, пробой для рейнджевика тоже хорошо. Для такого. Особенно с таким количеством сил. Хотя нет, пофиг на силу. Или все-таки мы, например, надо от предметов подталкиваться. Ну, по полезности, конечно же, вот инструмент с кюль... Да, надо Канарию пытаться повысить. Девятнадцать как раз есть. Поехали. Так, теперь. С одной стороны, конечно же, хочется повысить максимально силу, чтобы урон был. С другой стороны, может быть, но это не точно, дать пробивание. Не, не надо давать пробивание. А зачем ты берешь этот предмет? Только ради крита. Критальность. Критальность. Пробой. 20% маловато будет. Вот в чем дело. Тут-ту-ту-ту-ту. Там же еще минус 5 урон силен. Поэтому и Урси как раз. То есть у нее урон... Сила слабая. 7 всего лишь. То есть она особо не наносит урон. А своими обилками, там, горящим шлаком, и там еще будут ловушки. Там, наверное... Ну, какая-то обилка. Она фиксированную урон уносит. Короче, давайте вот так. Наверное, надо до крита просто тянуть силу. Максимум армора. Это особо не нужно. Напряга так есть. Вот так вот сделаем. И у нас будет еще на 10 уровень либо плюс 1 и крит. Что скорее всего. Либо одно из двух. Так, коннорожденные. Пока восьмерку не даем. Никому ничего. Хорошо. Это вот парочка мега слабенькая. А что ты дашь Канарии вместо 20 пробоя 5-10 крита? Так не обязательно этот предмет у нас будет. Вдруг там выпадет на 10 или на 9 уровне предмет получше, чем этот. Пока что он укладывается. То есть 30% крита, окей. Пробой не так высоко. Но может быть будет предмет лучше. Мы заменим. А вкидывать сейчас в пробой. Ну, учитывая то, что... Сейчас он особо не... Ну, короче, не думаю, что это стоит делать. Поехали. Славы нет. Славы нет. И битва. Коннорожденные. Битва двойная, не забываем. Здесь не пройти, судя по всему. Справа пара лучников. Лучников очень много. Наверное, в правом нижнем углу будем размещаться. А Лете нужен свободный доступ. Чтобы она могла собирать бафы. Вот так как-то, да? То есть дичь у нас в инвиз. Этот блочит. Это спокойно выходит. Это так. Это не нужно выходить. И когда-то может спокойно выйти. Вниз перемещаемся. Вниз перемещаемся. Раз. Пока не нужно нам бафать никого. Очень много лучников. Меня вот это настораживает. Сейчас выстрелит один, по крайней мере. А, о, о. Дичу. Сразу получил. Сразу в инвиз. И сразу думать, что делать. Как блочить. Вот эти вот слабенькие. А, и здесь можно пройти, оказывается. Да. А надо было сейчас бить этим по стрелку. Не знаю, почему я так сделал. Это была глупость. Была откровенная глупость. Блин, зачем? Почему я не ушатал сейчас вот этого стрелка? Вдохновляющая сага пошла раз. Потом баф котлетки. Сейчас еще будет стрелять по танку, скорее всего. Рунный ветер прям перед котлеткой по максимуму. Часть идет за границу. Ой, пробивание брони зачем? Ненужное что-то. Четвертый непонятно где вообще. Нет, ближе. Поехали. Овер. Оп, минус 6. Жалко, плюс атаки нет. На лето получает. Дичим бы подблочить. Но я не знаю, кого. Ту не хотелось, чтобы овер срабатывал. Команды было блочить. Ждем. Подходит. А, время идет. Нельзя даже этот. Ничего себе. Хитро сделали. Тут нельзя даже... Ай-яй-яй-яй. Плохо. Выстрел. Я не могу бафнуть котлетку. А я сейчас будет ушатывать. Рунный ветер. Броня. Ну... А, некоторые просто за пределы уходят. Блин, вот что плохо. Вот что плохо. Блин. И надо было, конечно, выходить еще. Так. Опасно. Пробую поставить на паузу время хода. Своего хода, не вражеского. А, доставится. Ой, можно так чат читать и думать. Абуз. Можно свернуть игру и думать через другой монет. Супер, да, классно. Не, на самом деле, можно в свой ход делать паузу. Видимо, баккарты не должны быть такого. Они должны просто скучнее ложиться. Блоч варлоп они сейчас, смотрите, объяснят. У них очень много сил. Они как только добегут, сразу умрут. Ладно, поехали. Так, а здесь у нас что? Здесь у нас все. Пробиваю. Так. Раз. Критулечка. Подбегает, упирается. И еще отражение. Неплохо. Слушай, наверное, вот сюда вот имеет смысл встать. Действительно, чтобы приняли... Оп. Крит. Хорошо. Еще один толпица не доходит. В основном копьен. Еще один лучник. Поближе спаррором. Вдохновляющая сага. Надо куда-то вот сюда вот кидать, типа, бафом. Ну, не сейчас, но вообще, в принципе. Броню восстанавливать. Нет. Отдыхать. Отдыхать, говорю. Побежали. Выстрел. Выстрел. Не понял. Ту-ту-ту-рю-тю. Ладно, овервочем. Этот стреляет по танку. Ничего страшного. Вот этот будет подходить. Да, упырь? Этого можно подпускать. А вот верхнего лучше не подпускать. Встаем вот сюда вот с паром. Побежал милишный. Оп, хорошо, критульчик на 10. Помним, что еще вторая группа и должна быть. В чем дело? А, вот кто будет. Вот мега опасный. Пробую его пригвоздить. Раз. И с критом. Ну, вот работает артефакт. Видите, как? Оп. Правда, устойчивость. Так, здесь имеет смысл откидывать. Вопрос, кого он. Или лучше на овер встать. И давай откинем коня вот этого вот. Бах. И овер еще сработал тогда. Блин, уже пробивает. И сплошно пробивает. Этого блочим, окей. Это подходит. Стреляем. Не стреляем. Блин. Как же плохо-то. Надо уже алету вот куда-то сюда под бафами выставлять. Вообще лучше чинить уже. Чиним. Ну! Есть. Пятерочка минус. Алет атака получает. Да, алет атака получает. Вот сюда, наверное, встанем, чтобы дальний не мог стрелять. Последний овер. Блин, уже славы не хватает. Держись. Дичь. Вот сюда передислоцируемся, чтобы верхний подходил ближе. Кто опасный. Вот этот опасный упырь. Когда будет ходить? Скоро будет ходить. Пробиваем. Справа не угрожает. Пробиваем, соответственно, этого. Просто выстрел. Просто выстрел. Крит. Хорошо. Отталкиваем. Не, давай лучше, чтобы ответочка была. Пробиваем броню. И пошли ответочки. Этого блочим. Этот подходит. Стреляем. Не забываем, что еще как бы может быть подкрепом. Нам выбирать. Блин. А котлеты-то уже еле живаем. Отдых. Может, нитку в угол. И прострелить. Да они все атакуют. Вот в чем дело. Короче, давайте олеты сюда. Что-то я не то делаю. Вообще не то. Надо убивать уже людей. Стреляет по танкам. Серия ошибок, конечно. Глупейших. Кто будет ходить? Этот будет ходить. Убиваем. Давай подойдем вот так и добьем его. Чтобы у нас слава была. Раз. Рог надо наполнять. Кольцо намиса. Так, хорошо. И рог, и этот. Восьмерка. Этого стоит бить? Стоит. Еще слава. Блин, тут три стрелка. Два стрелка и милишный. Этот идет все еще тупит. Хорошо. Здесь, оп, хорошо. Пробили. Стрелок не может просто по мне тут бить. Сейчас может. Жестко. Этот будет ходить. Может, тогда лучше оскорбление. Да, потому что мне тут алетов будут пробивать. И, с одной стороны, хочется, точнее, понимая, что вроде как нужно. Вроде как нужно. Восновим броню, Олит. Нитка в иголку, может быть. Как там нитка в иголку? Плюс три урона броне. Не, вы знаете, надо подходить вот так вот к стрелку и овервочить просто. Потому что надо и этих бить. И стрелок уйдет. На овер я встану, соответственно. Так, наверное. Ну, давай. Отражение. Вот этого надо уже травить. Опасные 17 силы. Он там не пройдет, конечно, но... Тем не менее. Давай сюда. По броне. Ну что? Оп, хорошо, блочим. А по кому? Ага. Окей. Ах ты, сучок, а. Вдохновляющим. Ой, атлета из-за такого... Такой позиции не сможет атаковать. У меня сейчас нормально. Так, что еще? Что еще? Что еще? Что еще? Восстановление брони. Танку. Надо оставить кого-нибудь не страшного. Восстановить все, что только можно. Восстановить. Нельзя там пробивать. Блин. Ну, все настолько криво у меня. Просто вот сам себя блочим. Пять брони снимает. Кто будет ходить? Этот. Этот. Ладно, давайте сначала добьем, чтобы... Олете было проще. Крит раз. Пробиваем два. Это все еще тупит. Прекрасно. Побежал. Овер нет. Олета получает. Вдохновляюще, чтобы этого побить. Так, ладно. Под крепу попробую призвать. Попробую. 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 Здесь ожидание. 6-1. Так. Так. Жестко. Снимаем так Могур добивает так Я не знаю, какая там будет подкрепа Но надо готовиться к такой же армии Еще можно передислоцироваться И сделать так, чтобы Здесь отдыхаем Здесь отдыхаем Здесь отстреливаем Раз Можно Раз этот пройти не может Мы просто тогда сгруппируемся вниз Вот сюда Будем отдыхать, пока инвиза не дает пройти Так, давайте лучше Сейчас поотдыхаем Потому что я боюсь, что он может По-другому начать действовать, если Так, выставливаем броню У кого? У всех, кстати, надо Начиная с Олеты Можно попробовать Это лучше отдать Он правда может сейчас Пойти, но все равно танка не пробьет Так что нормально Отдыхаем 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 Уже фуловый Хорошо Баланс Тут три хода еще Тут броню себе вроде как надо восстановить Но он не восстановится Разве что рунным ветром Но сначала я восстановлю у остальных А потом уже рунный ветер вахнем Рог полный Олета должна Отдыхать Возможно Ей использовать Рог надо будет Дай попробуем рунный ветер Куда-нибудь сюда Но если будет плюс броня Я просто возьму Посмотрим, как оно Ага Прекрасно Привет, зетбилдер Друзья, здрасте Спар не хочешь Не хочешь для славы пройти Так я получаю славу Все нормально Я получаю славу Так, давайте я возьму Атаку и проатакую Этого товарища Потому что 10 Да, не помогло Потому что у меня столько брони Что Так, тут уже фул Тут еще рунный ветер Пожалуй Давай вот наверх Куда-нибудь Там выше вероятно Что появится Сила воли Пробивание Атака Пробиваем броню Баланс Сила воли А почему я, кстати, не пошел Силу воли Не взял у этой Котлеткой Еще пробиваем Аккуратненько И надо сдвинуться На самом деле уже Чем плотнее мы будем стоять Тем больше шансов Что мы, собственно Выживем Семерку из бага Сбиваем Не, а только не Так, раз, два, три Четыре, пять, шесть, семь, восемь Кто ходит первым? Этот скоро ходит Блокируем Милишный как? Не дойдет? Дойдет до алеты Когда будет ходить Сейчас будет ходить Блочи малета Блочи малета Поехали Какий у нас вариант Сейчас надо этого Ушатывать пытаться А он ходит следом Не, 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 не Он танка бьет Здоровяк там О-о-о-о Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо его водитель надо еще дичи поближе чтоб он там блокировал ненужных это второй артефакт плюс слава еще то есть это сражение конечно рог полный надо запомнить так милишный рейнджовый хорошо ты сюда до встаем так же как и как и хотели добегает добегает в любом случае дэм давай так ладно бог с ним до летный вроде не добегает уже хорошо подходит здесь держимся дранит гад вот этот опасный но хотя он тоже милишний стоп уже вдохновляющим сил у меня мало лето раненые надо было отойти на клетку вниз я дурак не сделала это сейчас я подставляю а лету будем ли мы ее бафать уже можно рунный ветер сюда куда нибудь ну тут потенциально так атака броня и появилась частично в другом месте все двоечка если это уйдет туда идет до меня нельзя просто овервотч поехали с богом может и рановато овер я сделал подблочим вот так пожалуй отбегают оп хорошо не не зря овервотч сделал уже уже паш понеслась 6 брони еще лучник ой опасно так здесь милишный сила воли беру уходим так расстреливаем сразу пятерку с полностью он здесь не очень угрожает но неважно короче пробивание брони тут отдых оп овервотч хорошо планение хорошо танк у меня шикарный этот может жалко я дичи не там поставил надо было вплотную к а нет он все равно бьет блин как же они больно бьют так назад чуть не хочу просто под копейщика хотя копейщик если что он добежит надо его в любом случае блокировать сейчас никаких бафов надо восстанавливать броню пошел ремонт там огры 4 кп тем временем я в курсе я вижу тут написано кстати ладно дуем в рог делаем овер тройной еще два три лучника здоровых ждем ждет оп девяточка вдохновляющая сага извините и не подойдет просто раз извините подходит стреляет по кому по могру две брони хорошо можно убить этот не угрожает можно убить зачем за славой точно да раз а если возможность есть более плотного бить лучше так делать ну потому что 30 процентов критов улыбаемся подходит стреляем очень мало хп у него осталось бьет котлетку вдохновляющая речь сага надо сейчас дичи наверное и цвести вот к этим стрелкам потому что этих вещь видите а летка не под не подпустит нормально 6 дам когда будет ходить этот скоро будет ходить может броню у а лета тогда восстановим кто будет ходить впервые этот и этот да надо восстанавливать снова ремонтировать на трассу а лет надо было сейчас подуть в рог стреляем стреляем здравия хорошо чуть назад да и если мы уходим то лучше назад ну если мы сейчас пойдем резать лучников а мы пойдем дичим резать лучников то лучше не подставлять а лета держись пробивают 8 там не пробьют кто следующий вот этого надо убивать вот подходим и начинаем мочить козлов на-ка на десяточку раз косим трын траву подходит минус блин кажется побеждаю в этом бою ес не рано радуешься следующий держимся три хита самое опасное вот эти вот двое надо конечно их как можно жестче сейчас проатаковать кто будет первым ходить этот или этот этот пробиваем раз крит минус сразу же хруш так здесь стоим минус и а может тогда нет этот не угрожает может этого оскорбить тогда да давай самого жесткого пусть это мне будет стоить очень дорого оскорблю упыря да может это ой-ёй-ёй-ёй 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 надо было конечно в рог дуть пробиваю броню сушь наверно дичьим надо вот это атаковать по другу просто просто мимо есть потому что единичка тут особо не не наносит уроны здесь мы и так справимся восьмёрка крит надо было по коню открывать здесь подходим начинаем 20% ага может откинем тогда не 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 давай по броне лучше семь кажется сработала билк оскорбляем не можешь ремонтировать уже сколько раз пытался все никак не не можешь ранее минус а лет убивает ребят это победа такая победа валка с одним кп последняя причем валка последняя очки барон давай а вот это замес все живые два артефакта коней полегло это падешь просто камень сумасшедшее количество пятый уровень не один артефакт кольцо не мейса кольцо когда-то носил один из великих королей и десятого левела непримечательная застежка для плаща десятого десятый десятый анклавушка где-то рядом сейчас мне дадут сейф мне дадут славы дополнительно к этим двадцати двум и десятого уровня застежка славим перезагрузок 4 из 8 сложность увеличена анклавушку ловите не поймаете и заросли словно выросли прямо там что кто теня где их не видно не понял я пропустил врагов уровень всех талантов 3 воли заход брони заход пробивание единица может могра у нас могра вроде как да ой-ой-ой-ой мы сейчас могра делаем топовым танком просто воли за брони заход нужно нужно пробивание точно нужно все таланты у него четыре таланта уклонения там здоровяки и прочее это сто процентов могра десятый ну смотрим у него 35 процентов вероятность восстановить броню у него 20 процентов отразить четыре силы у него 20 процентов уклонения и у него уклониться под атаки по броне 20 процентов неплохо что мы ему можем взять еще на самом деле можно ему конечно силы воли до единички но это такое он не часто тратит а болотники сейчас будут пробивание воли заход брони заход не воли ему особо не нужна может мы возьмемся за какой-нибудь из талантов типа вот нет это не нравится типа 50 процентов восстановления в броне заход все вот 45 процентов единицы брони шикарно шикарно он всегда поглощает всегда ему нужна броня вот пусть будет 10 уровень мог 10 больше к сожалению никого не могу но может быть стоит вернуться сейчас и по отдавать сейчас секундочку вернуться и подавать нубасов потому что мы очень хорошо провели прошлое сражение можно сейчас например убрать временно дичи взять кого-нибудь из мелких и отдать не знаю например 4 уровень повысить отдать 4 5 отражение силы четвертый уровень вот это вот обсидиановый порошок но это нужно делать я понимаю что это сложнее чем чем хотелось бы так могу он пошел в общем на нет героем поехали понятное дело что мне без дичи будет очень сложно я прекрасно это понимаю повышаем а у него он уже нет а не могу дам в любом случае тогда давайте броню суровый варл с огромным щитом нышит на булавой заколкой да 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 она ему очень идет реально шестой уровень на затянуть ремни все характеристики под плюс 3 такой потому что на самом деле именно танку нужно плюс все ну плюс ко всему потому что ну если брать вообще срез всех характеристик там очень много там танковых игнор атаки игнор брони восстановление того восстановление другого уклонения и прочее поэтому с богом уверен что еще можете позволить продавать людей не боишься рисковать своими сожалению я не знаю что меня ждет дальше болотники много справа лучники не знаю какой порядок ходов медведь опасный блин я думаю надо этого сразу продавать так вален дедушка подрезать могут вообще не зиму не слушаю до 2 лучше все ли вниз справа больше народу не дойдут не дойдут не дойдут не дойдут не дойдут здесь мы вытанковываем только мы как-то терпим да будет ходить скоро не доходит не доходит 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 но так ведь меня интересует ведь не доходит ухожу дедочкой расставил еще отвратительным образом я народ надо сдвигаться срочно ходим нормально раз начинают могу набить его бы мне спасти на самом деле ну пока не отдавать то есть мне не нужно желательно не стоит его отдавать подождите я пытаюсь тут нельзя так да приглаждение сделаем могу нам было проще отступить не факт что он выживет желают а зажигают неплохо 6 армора нифига себе здесь надо перегруппироваться даже наверное сделать так чтобы коня не отдавать надо как-то здесь держаться ловушка пошла я не понял куда ловушка пошла на куда-то она точно пошла все бежим полностью и медведь не нравится 18 силы он ведь и даже и часто сквозь будет пробивать нет такого количества и крит может реально направо сейчас уже не вниз направо не не выдумывай не выдумывай все они у тебя сдвигаются более не ровно ай плохо так валка надо пытаться вычинить ремонт пошел на макс это не хватает видеть даже не знаю тоже плохо хотя тут рука армор ладно хорошо лучница вот этот мне больше всего пока что мешает если честно давай сюда приглаждение ой критулечка классно конь конечно бьет очень хорошо стреляют по коню 95 пробитие могу он сейчас скорее всего уже не сможет держаться отступаем так ой ловло на своего ловушка что как это ой там 3 блин подблочим немножко нашу котлетку да друзья тут чё-то чё-то мне не нравится ситуация коньяни не не нет а у он не а а у он и реально мне уже не хочется не хочется лиминга брать реально потому что тут уже тяжело тут уже тяжело может девяточку тогда они нет так по броне не не там то есть стоять и overwatch сразу сходу это первый вариант но учитывая то что там поджоги лучники я не выстою минусы еще один там копеечка просто 10 15 силы это конечно проблема сначала дедок потом эта подруга мотом а летом этот же ходить будет скоро дым медведь один из самых последних имеет смысл вот так сделать бежим сразу прям сразу далеко далеко не тратим силу воли мы смысле не жалеем силу воли может тогда сделаем быстрый ветер по крайней риолетус поставим правильным образом чтобы она могла сразу встать куда надо я даже вот сюда убью поставил чтобы не пропускать здесь удар и прямо в жуха им с напряжением максимальным чтобы не коняшку не правда не пробили а то уже начинается пробивание кстати есть очень хорош прям очень хорош так ладно коняшку спасли достает может вниз тогда что верхние не доставали но сдвигаться вот сюда зачем мне по два удара подставляться правильным здесь инвиз даже было влево уходить не менее не надо вот вот сейчас так вот не надо опять начинать фигню ли делать все у тебя уже подрезаю ткани уходим вдохновляющим бафа скорее всего раскидаем уходим рунный ветер сюда что балет пособирала оп хорошо поставил 1 2 нет раз нет давай 26 брони и овервотч этот подходит сюда броню берет конь уходит вниз надо бы остановить хотя бы кого-то из них блин на медведи попробуем попробовал 9 брони снимаем медведем не стреляют держись много отступает сюда и так и так далее давайте все таки попробуем подставить пронизывающим какая жопа так пошла ловушку кто будет подходить эти не угрожают вот это меня беспокоит можно попробовать поставить его вот сюда я понимаю что там напряга много но вдруг медведь захочет прям котлете подойти или к этой а хорошо 9 так хорошо опечек опасен ой не опасен уже классно хорошо а лета под броню и хрен пробьешь Хорошо Чуть правее Трава не мишка Я-то вроде сквозь броню бьет У него вообще не бьет ничего сквозь броню Быстро Сейчас надо уже восстанавливать броню У Мограм 13 Он конечно сам периодически должен восстанавливать Но Наверное лучше сейчас подремонтировать Ну я наверное алетой буду продолжать здесь стоять Разве что можно уйти Копейщик все равно будет Да, копейщик фигня Копейщик фигня, но А как мне уйти-то? Я не смогу уйти Смогу, если этого добьешь То есть вот сюда вот переходишь Встаешь на овер Конем убиваешь этого, Мограм передислоцируешься сюда Так, далее фигню Там плюс два брони И что-то еще Пошла Сила воли Лучник стреляет, но там брони слишком много Уклонение срабатывает Здесь обязательно уходим сюда Чтобы эти двое двигались Тут просто пробиваем броню О! Минус медведь просто И лучницу штрафуем Шикарно Да! Ой-ой-ой-ой-ой Может тогда эту подрезать по другу? Не-не-не, с ней коняшка справится. Лучше идти резать вот этого. Эту лучницу. Она банально опаснее. Помню, что лучника сверху сильный поджог. Угу. Угу. Отдых. Минус. Олета. Олета. Так. Конем убиваем эту лучницу. Скорее всего. Угу. Нормально. Здесь чуть-чуть подблочим. От этих вот. Ай, он идет как... Ух ты, 14. Ура, удар. С одним хитом и пробивает на тройку. Как? Я не пойму. У меня сейчас лучницу может пробить просто. Ладно, конем мы ее. Ремонтируем алету. Может реально отступим? Мне не нравится эта ситуация, конечно же. Четыре раз. Потом конем наверх два. Из 9 и 7 крит сразу. Это три. И это четыре. Красиво. Концовочка красивая была. Но я мог тут еще запейлить. Жутко. Просто жутко. Славы дают мало. Мне нужно как-то предметы сдавать. За них дают больше славы, чем... За один предмет, 5-го, 6-го ловила, дают больше славы, чем за бит в одну. В ветви и звук был такой, что словно что-то там бла-бла-бла. Если бы по копью не кританул, мог бы убить котлетку. Я понял. 22 единицы славы у нас, друзья. Так. Не требуется, не требуется. Этой подруге пока не нужен. То есть надо выбирать между спар и зефр. Спар у нас типа неуязвим уже. А вот зефр... Надо бы поднимать. И ради брони поднимать. И ради неуязвимости поднимать. 5-8. Да? 5-8. Есть ли нормальные у нас еще? Нет, артефактов под нее нет. Или коняшку по апнем. Ну, единичка силы. Но я не знаю, что ей еще брать. То есть 1 скиллпоинт ей остается под топовый предмет какой-то. Поэтому давайте зефр. Раз, два. Там и броня напрашивалась, но ей, конечно, сила воли нужнее. Я сейчас опять грешным делом подумал взять какому-нибудь лейминга и отдать. Ну, в прошлый раз вы помните, что произошло? Удичьи на что-то мобилка будет. Кстати, да. Надо будет посмотреть. Ой, старые знакомые. Кстати, внешние не очень опасные. Да, 4 стрелка, но это же в конце концов драги, друзья. Это драги со всеми вытекающими. То есть они не могут нормально... Ну, они кучкуются, они сильно терпят. Так, ну что, ближе к углу. Помним, что работает очень круто пробитием. Мог тут мебасы слить. Так я же не знал! Я же не знал, какая. Я вот в прошлый думал тоже ези. Слаков надо, конечно. Нет, тут реально очень слабенькие товарищи. По опасностям слабенькие, по всему слабенькие. Можно, если почти пройдешь битву, нажать перезагрузку, слить лемминга, потратив сейф на славу. О, нет, сейф слишком дорог, я думаю. Слишком дорог. Какое у них кучкование дикое. Ладно, я начинаю уже вдохновлять, потому что... Вроде как, если на клеточку подойдем, тут уже можно будет пострелять по трем, по четырем людям. А может и нет. Можно, кстати, дитче куда-нибудь в тыл, но нет. Здесь пока рунный ветер. Под котлетку. Неплохо. Броня и урон. Ладно, поехали, агрессивно. Куда пошел? Вообще, дурак, ой, дурак. Ой, дурак. Ну, нельзя так делать. Подходим. Раз уж пошла такая пьянка. Простреливаем опасного лучника. Нет, танк не пойдет. Танк не дурак. Выстрел. Нет, выстрел. По кому? Не по кому. Оп, хорошо. Вообще, смысла овервочить нет, пока ты броню не снял. Ну, то есть, там же еще... Ох, 22. А может и есть смысл. Пес просто улетел. Какая там плотность дикая. Так, давай-ка вот сюда вот. Плохо сделаем. Потому что вдохновляющий сейчас... Не достает. Нет, 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 нет ошибок. Он вообще мне не мешал. Рунный пошел. О, две, две единицы атаки. Е-е-е, 16. Нет, под бафом, конечно, она вообще дикая. Давай сначала сюда, а потом не сможем, да? А если так и так? Давай, нормально. Раз. Два. И овервоч. Ой, жестко сейчас будет. Сейчас урон такой должен вылетать. Девять. Ладно, не такой уж и серьезный урон. Тут бы, наверное, проатаковать просто по броне. Просто чтобы был сплэш. И все. То есть, так-так-так-так-так. Вышли. Олета что-то тащит. Давай чуть прикроем. Не хочу я так вот пацанов своих оставлять. И девчонок. Пошел вызывать уже. Бедолага. Зря подошел. Гренка пошел. Только под танком. А, еще под этого, под Денвизного. И еще Гренка. Туда же. Туда же. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сгруппировываемся. Сдвигаемся, короче, вправо. Вы видите, что Олета делает под бафом этого ветра. Ну, тут надо... Надо броню подремонтировать у танка. Шесть. Да, я, наверное, сюда лучше перегруппируюсь. Потому что мне все равно танком надо уходить. Здесь имеет смысл опять на овер. Потому что раз, два, потенциально цель три, четыре. Хорошо. Один хит. Бедолага. Оверт даже не стоит трогать. Три, четыре, десять. Вот так. Ладно, пробьем четверку. Не хочу, чтобы стреляли. Хотя не надо было убивать, чтобы... Надо, чтобы взрывы прошли здесь. Оп. Узы Страфса. Что-то незнакомое. Незнакомое. Перегруппировываемся сюда. Хотя я получу, кажется, урон. И уходим. Инвизным. Сейчас взрыв будет. Вызвал... Это был упырян. Он пока дойдет. Тут мы всех разберем. Взрыв. Два-два-два-два. Тут держимся спокойно. Еще взрывы. Этот здоровый, кстати. И коняшка мне бьют. Так. Фигня-фигня. Два стрелка мне не нравятся. Отдохну, пожалуй. Очень плохо здесь. Все равно овер, потому что раз. Ну, как минимум. Это лучше, чем просто по нему было стрельнуть. У нас еще остаются ходы. Тройка, да? Давай наверх. А, давай. Простреливаем. Могром, наверное, имеет смысл вот сюда передислоцироваться. Броню пробьем. Выстрел. Хорошо. Полный рок. Но сейчас диджи должен вот этого ушатывать. Не доходит же до него. Не доходит. Вот и все. Хорошая пати. Но я мог без диджи справиться. Этот тоже не доходит. Все, шикарно. Сейчас стрелок коцанный причем. Очень. Не знаю, как тут... Как тут вообще можно проиграть? Полные маны. Ремонтируем на холл. Не угрожает, не угрожает. Тут вообще никто не угрожает. Давайте добьем этого, потому что... Ну, потому что надо. Подходим сюда. Опять забываю, что у меня рейндж другой. Ну, про... Снимаем половину. ХП с крита. Все снимаем. Ну и дальше диджи у нас есть, которые уходят просто в инвиз. Тот не доходит. Дай дичью атаку. Она на вет... В ветерке Зефа может залететь, акицарь. А, да. Ну, там все равно не было ситуации, когда можно было нормально влететь, потому что там всегда рядом были враги. Все. Пробиваем армор. Раз. Пробиваем армор. Два. Напряга не хватает. И добиваем три. А мог сходить с леммингом. Мог сбагрить ненужный артефакт. Шестого уровня какой-то артефакт. Остатки порванной металлической сети, которой бог ловил бога. Бог. Хорошо, что у Зефа копье. Да, да. Это очень универсальное оружие. И через клетку, и по диагонали. Двадцать восьмой уровень. Белый снег в темном небе. Все менялось, но не сражение. Они были такие же трудные и жестокие, как и... Ладно, я надеюсь, что здесь будут драги, поэтому я попробую сейчас... Попробую сейчас... Пойти и сдать кого-то из нубасов. Могун. Пять славы. Могун. Прокачать мы можем его только на один уровень. То есть четвертый уровень предмета можем сдать. Вот этот вот. Не обязательно его... Тут девяточка же, да? Девяточка, не могу. Это вроде жестко, говорят. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ладно, не идем. Это челлендж по сюжету или просто так на прокачку. Это челлендж. Ограниченное количество сейвов тут очень сложно. По крайней мере, мне. Особенно. Сейчас уже в слепую играем. Я не проходил дальше двадцать третьего уровня. Поехали. Надо было посмотреть, что ты с предметом давал. Внимательно, что у нас? Кто у нас тут? Да. Народу трындец. Случниц будем начинать или нет? Вопрос. С одной стороны, вроде как лучниц здесь можно очень легко укатать. Пока их много и пока мы ходим первыми. Вообще, это не самое чисто визуальное, не самое сложное пока что, каточка. Ну так. Смотрим, когда лучницы. Сейчас. Сейчас. Две будут стрелять. Оскорбление никак. Вдохновляющая особо не нужна. Но мне, в принципе, делать нечего, поэтому. Сейчас у меня одного могут отстрелить сразу же. Рунный ветер. Сюда. И на коня, и на... Так. Атака, пробивание, броня, силуолем. Один. Два, три, соответственно. Уклонение. Хорошо. Так. Ну что, мы можем пройти и сразу встать на овер. На самом деле. Нужно ли мне это? Может, лучше все-таки отстрелить Арчу? Например, правую. На пробивание брони, но это пофиг. Здесь главное берем восемь и стреляем. Бах. Бах. Хорошо. Здесь берем атаку. И, наверное, бежим вот сюда. Чтобы убить вот эту подругу. Девять. Хорошо. Минус две лучницы. Не уверен, что кто там дальше. Не подойдет, не подойдет, не подойдет, не подойдет. Восемь-восемь всего лишь дым. Не подойдет, не подойдет. Так, ладно. Ты уже куда-нибудь сюда иди на будущее. Подошел. Дичь берет силу воли и скрывается в сумраке. Ну, чтобы не тратить силу воли, по сути. Ой, народу тут. Ну, а сейчас мы почти всех ранжевиков шатали уже. Так что нормально. Лучницы, правда, стреляют. И по недостающей может больно пройти. Да, проходит больно. Диччи, наверное, надо оставлять и дорезать оставшихся лучниц. Всеми остальными уходить. Уходить и группироваться. Это важно. Это очень важно. Я должен, к сожалению, вот таким вот образом подойти. Потому что по-другому я вдохновляющий не смогу. Оп, хорошо. Что дальше? Броня? Броня, пожалуй. Коню броня. Коню броня. Коню броню. Опасно. Я не знаю, как Олете быть. То есть ее реально сейчас могут просто ушатывать. Потому что я не посчитал, а тут добегают все. И это провал. Скорее всего, надо вот сюда вот убегать. Потому что справа слишком жестко. И конем еще ее прикрывать вот на эту клеточку. Конь-огонь идет сюда. Стреляет вот сюда. Вырубаем еще одну арчу. Ну, почти полностью. Все, почти все милишники остались. Далее. Далее церковь. Работаем. Оп, хорошо. Плохо. Пусть кого-то будет ушатывать. Не достанет. Достанет. Все достанут его. Надо, наверное, как-то встать на... Ну, вот так. Чтоб через него, если что, проходили. Ох, 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 ох. Как же она обжухает, да? Держись, держись, держись. Оп, хорошо. Так, ладно. Хрен с тобой. Какая кучность, блин. Этого тоже. Он мимо прошел. Но потому что у него такая билка. Один хит. Мое. Хорошо. Ха-ха, блин. Жесткая катка. Без... Я не факт, что справился бы. Ну, я не могу вдохновляющую сагу делать. Я могу только отдохнуть. Или оскорбить кого-то. Оскорблению самые жесткие... Даже не знаю, кто самый жесткий. Наверное, вот этот. Нет. Просто отдыхай. Хорошо, работаем. Вот срезание небольшого количества урона мега важно. Так, тут дудим-дудим, потому что важно восстановить как можно больше. Потому что у них очень низкий урон. Их просто много, но урон у них очень низкий. Поэтому они только могут мне... Черт. Поверю, очень надо сейчас кого-то убить. Ну, тут есть цели на... На то, чтобы убить. Надо сделать так, чтобы они... Или убить. Да я вот сюда вот лучше к деду, чтобы... Чтобы убить. Кого? Этого. Давай, ладно. Что тут единички? Их не хочется трогать. Пошла сила воли. Олетку приоткрыли. Ну, ничего страшного. Раз. Жопа. Я даже не знаю. Давайте пронизываю еще, наверное. Блин. Может, мне стоит выйти уже сейчас из сумрака? Заковыряют тебя здесь другие. Да, заковыряют. Блин, сейчас меня танков могут убить. Уже пробивают. Хорошо. Хорошо. Какая кучность-то? Ой. Ой, хорошо. Это тоже не пройдет сюда. Их столько здесь. Вы посмотрите. А, это сучок. Хорошо. Срочно убивать. Даже так. Раз. Срочно броня. Блин, зря я все потратил. Да не будет сейчас овервотч у меня. Все, уже без овервотч. А, нет, есть. Убила. Молодец. Молодец. Умница. Умница. Отступаем назад. Делаем овервотчер. Делаем овервотчер. Да, надо сейчас всеми отступить назад. Восьмерку пробиваем. Да, даже танком отступить. Чтобы копейщики вот все эти двигались на клеточку вперед. Я бы даже, наверное, вот так вот стал. Здесь можно дичьим, на самом деле, уже выходить из сумрака. Ну, я не уверен. Тут особо опасных уже нет. Уже все хорошо. Еее. Пошли. Сейчас будет оверв. Ну, такие. Как можем, так и оверим. Оттолкнул. Еще минус один. И еще минус один. Штамповка пошла. На одну клеточку отошел уже. Уже начинается... Начинается расстрел. С ноги опять. Не-не-не, там некуда бежать. Еще минус один. А дедушка такой хитрый, знаете. Подбайтил на себя. А там мы в любом случае добежим. Ремонт не нужен. Не знаю. Забей, в общем. Это раз. Это два. Фух. Это три. Да. Ну, народу здесь было, наверное, человека 18. По количеству послали. Сейчас посмотрим, сколько их было. Какой-то ножик. Кулак и щейки. Таран плюс овер. Да, да, да. Нет. Там на грани было. Таран плюс овер работает только если у тебя дальность овервоча. 15 человек. Так, дальность овервоча равняется дальности, как противник отталкивает. В тот день поле боя было скрыто ледяным туманом. Скрыто от глаз, но не от ушей. Ребят, 29-й. Можно мне попробовать его пройти так? А что я спрашиваю? Надо пробовать. Берем магуном. Апаем его до пятого, может даже до шестого. Пробиванием при движении брони при отдыхе. Очень много артефактов пятого, шестого. ненужных уже. Уверен, что Таран работает именно так? А ты уверен в обратном? Мы проверяли, между прочим. У Дичи смотри обилки. Я не смогу у Дичи посмотреть обилки, во-первых, потому что я лемминга взял. Каменную стену возьмем. И он получится, сможет потанковать еще неплохо. Раз, два, три, четыре. Артефакт можно ему дать, просто чтобы было попроще. Неважно какой. Таланты воли. Броне. Он как бы сможет выполнять роль танка. Неплохо. Весьма неплохо. Что уровень? Артефакты повыше уровнем. Сбагриваем его. И продаем потом с артефактом шестого, вот с этим. Тогда я не смогу избавиться от пятого уровня. Ничего, ты может быть уже ограничен по количеству. Блин, раз, плохо, два. Ой, уже все не пошли. Плохо, три, четыре. Ой-ой-ой-ой. Короче, право, уходим. Пробуем идти вправо. Твою же ж меть. Раз, два, три, четыре, пять. Блин. Ой, плохо. Ладно, не успею, не успею, не успею, не успею. Сюда уходим. Когда будет ходить? Ага, это будет хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо, эти очень поздно будут ходить. Я подхожу и, наверное, начинаю вот с этого, чтобы он не отбежал. Мне надо дедушке просто пробивать броню на будущее. Правый нижний угол. Ай, да ладно, да не-не-не-не-не. Ай, твою ж меть. Так, ладно, хорошо. Уже этот будет ходить. Так, Олед 7. Давай-ка мы попробуем хейст сделать. Быстрее едем. Что делать? А-а-а, вызывает. Так, все, Олета побежала. Нафиг, 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 нафиг. Я не рассчитал по псу. Здесь, блин. Ладно, снимаем армор по-любому. Да, силы нет, поэтому никакого урона нет. Надо еще яйца. Хотя яйца особо не сильно. Кто будет следующим ходить? Этот походил. Этого надо убить. Собака будет первой ходить. Давай вот сюда вот. И отстрелим этого упыря сразу же. Поехали. Поехали. Опасный, этот опасный. Тот опасный. Первый раз вот на 24 у него силы. Но мы на разнице силы должны выезжать просто прекрасным образом. Так. Может быть даже вот так встать. Да, я думаю, что надо под пса вставать. Под пса вставать. И пробивать ему броню. Потому что, чтобы не подходили. К этим нашим. Опасный тоже чувак. Так, этот будет ходить, да? Я не могу нормально его пробить. Что у тебя есть? Дробилка, да? Не могу. Наши строку пробиваем просто. Ай, шипы даже уже распространяются. Там же уже шипы. Деда бьет. Сверху это подходит. Дед отходит к котлетке. Вдохновляющий или нет? Нет. Пес уходит. Так, ушел в инвиз. Где-то здесь блочат нас. Сюда уходим обязательно. Ремонтируем. Вот. Да брось, пес. Отдыхаем. Вот этого надо ушатать. Сейчас будет как-то. Тут два пса. Меня тут блокирует. Слушай, я могу не уйти. Слава богу. Давай траванем, если достанем. Кажется, не достаем мы до него. Нет, не достаем. Значит, просто атакуем. Хорошо, с фанатизмом. Блин, надо было на овер вставать. Ну, я сейчас... Я встану на овер. Пытаюсь вот сюда, вот обойти. Не знаю. Пес. Два пса где-то вот здесь. Хорошо прошел. Этот пошел либо взрывать битых, либо... Да, псы вот здесь где-то. Я попробую вот так спрогреть. Да, понятно. Большой пес здесь. Ну, пробиваем тогда этого пыря. Это не угрожает сильно. Да, и надо уже верить, потому что этот на овер доходит. Вдохновляем. О-о-о-о! Сейчас пойдет жара. А когда еще баф прилетит один, этот дойдет еще. 24. Пес, подходит. Псы начинают атаковать. О-о-о! Не-не-не-не-не-не-нет! Абегем. О-о-о! О-о-о-о! О-о-о! да пес на 15 самый жесткий был надо было сразу делать овер а летный минус еще один сейф помню что сверху пес добегает один из первых эти ходят не сразу поэтому мы вот так она видите как как идет чай тут будет ходить уже ну то есть я должен атаковать 70 процентов пошли с омоны капец и маневренный подрезаем как же отвратительное начало это вам нейтрализовали я пожалуй пса пробью прям пробью мне его от невидимости 15 хитов очень не нравится яйцо разобью пожалуй это не дойдет большилучник сейчас беспокоит ладно могу набьет 79 пожалуй разобью-ка я дедушка и это яйца пошел пес и он есть а я отсюда уже не уйду получается да они понимают получается что не ухожу потому что здесь у меня блок а вот этого я не доконтролил еще здесь я не пройду уже скорее всего я пройду нитка в иголку нет к сожалению ниткой в иголку потому что пес уже сходил мелких мы убили соответственно не нужно ай забыл забыл время слишком долго думаешь дурак ходи сюда убей этого хагуна вниз на стрелка отдаем ногром ушатываем эту привет с сайндроу возможно имеет смысл стопроцент стопроцент будет отдать на сейф в смысле топов девайс на лет уже какой топовый лет еще один товарищ будет рассказывать про девайс на на дальность что ли который не работает сверху очень шпатель ты о чем о каком говоришь так ребят у нас есть проблема заключается в том что здесь где-то пес по идее я вдохновляю уже потому что пора а вот и пес воет но рядом псов нет гад сейчас мы его приговорим пока отдых бомба пошла а нет или этим яйца яйца пошли я подойду сюда летный овер пошел ну что этот вроде на овер дает добегает этот на овер добегает здесь бы этого добить мелкие особо не угрожают блин а блин а че я пса то не убиваю должен был отступить дать место дать клеточку шипы пошли да еще хрена с 2 могром его пробью и всем урон нанесется если могром пойду все плюс броня но минус броня точнее плюс этот и овер не работает хорошо здесь склонение только по одному я выстрелил с овером а дедушка вдохновляет пес может сейчас куда-то пойдет и тогда овер у меня сработать я надеюсь что он пойдет куда-то и он просто а нет забыл уже успел забыть про шипы также отвратительно надо конем внимательно все сделать отступить и добить причем раз-два 3 поехали наступает ой 20 какой урод держись ничего ты у нас не доходишь дэм но пойдешь скоро уже давай так лучше ай таран пар проверим как раз надо было недалеко отталкивать он уперся и стреляет мне выгодно чтобы этот подошел чтобы он не толпился чтобы на овер пошел пошел так внимательно тебя нужно отдавать постепенно поэтому давай-ка ты заходишь сюда и с обилочкой с дробилкой работаешь о-хо-хо-хо и он побежал и на лету классно он был практически полный минус еще шесть девять хорошо здесь держимся так дедушка чуть подальше пожалуйста вдохновляем это опасный но он как раз подставлен под хагуна и больше никого не не пробивает здесь подальше уходим нафиг 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 и восстанавливаем броню у нас новый эстрата появилась но это просто под лучников не новая эстрата это такое тут чуть назад овер и могу на вниз немножко здесь должны мы пропустить удар что-то пропускаем отлично пропускаем ну я даже не знаю как здесь лучше сделать друзья мне нет смысла того убивать ну то есть там а лето и так быстрее по нему ага он пошел что-то опять кастовать ну я хагуна просто на него у него там сил очень много поэтому может здесь еще подблочите 12 9 10 не давай лучше вперед иди кофиг отдавайся о пошел вызывать хорошо плюс экспо здесь можно овер не ставить уже а броню коню слушайте а он же плотный давайте-ка про атакуем его на крит о боже ой забыл я про эту штуку да забыл давай обилкой травить его так мы его не пробьем никак устойчивость но я то есть ага еще плюс 3 силы я тут встаю а wait for it да где почему не сдохла а а а а а а а да давай ждем мне надо было овервотч поставить что ж ты делаешь то вась устойчивость а забыл я что они вот такие вот такими вот темы страдают не не расслабляемся еще устойчивость здесь опасно 12 уклонение срабатывает ухожу дальше ошибаюсь ошибаюсь смотришь ты арты там наверняка арт на блок урона есть да наверняка есть наверняка есть но не восстанавливаем армор у нашего танка замечательного олета отступает вот сюда встает на оверх хороший и по трем будет работать этот подходит должен вроде на овер подойти не подходит этот уходит куда-то непонятно атакуем здесь по броне пофиг чтобы олета по недостающей бахнул здесь подходим просто пробиваем по броне опять пошел кастовать что-то там у него предмет хороший на танк ну хорошо я тут болею понемножку здесь мы отстреливаем ой хорошо хагуна с артефактом шестого седьмого уровня сдаем вдохновляюще особо не нужно уже потому что я только один две единички урона получу по мелкому ну то есть тут не принципиально абсолютно мы его так и так отстреливаем ну хотя блин не посмотрел сколько у него хп и не отстрелил в результате он дойдет гад вообще надо было этого конечно в первую очередь ушат а ну ну пусть он тогда магуна идет тоже убивать магуна просто хотя странно у него брони довольно много а а а он на него лезет еще плюс плюс сила и минус броня подрезаем смотрим как они будут работать этот не доходит отдыхаем 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 да 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 магуна как раз бьет отражение пофиг ждем ждем оп готовим пропускаем пропускаем два хита там отражение что ж он бьет то человека которого никак пробить не может вставать о все кажется можно подходитесь но мы умрем от яда мы пробиваем опасного подтягиваемся остальными взрыва в минус там взрыв был заказывается у меня даже когда планово человек умирает все равно сердце сердечко дакок ёк 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 пенс 9 х п отстреливаем раз Что-то выпало, какая-то маска, не было такой. Маска чего-то там. Ребята, справились! Справились! Хотя сейф геба. Восьмого уровня маска. Хотя это не совсем верное изображение лица драгон, достаточно близко к истине, чтобы возбудить их гнев и заставить поволноваться друзей. Интригует. Погиб в бою. Магуна, знаете, его прям привлекли, типа давай, с третьего уровня. 14, 14 этого слова. Прокачали до шестого, может быть, даже седьмого. Мне кажется, не хватало. И тридцатый уже, тридцатый! Осталось 10 всего лишь! Ребята, 10 уровней осталось до конца испытания. Это будет двойное опасное испытание. Он шестого левела. 38 славы мы сдаем. 53 единицы славы. Маска плюс 2 при лечении агрессии, плюс 2 броне отражения силы. Ну агрессия для танка, конечно, очень нужна. Но у нас он раскачан по-другому. Просто по-другому. Я не знаю, как мне в этом плане будет. Дичи берем. Дичи качаем точно до шестого, чтобы выпадали уже артефакты более высокого уровня. Ему, наверное, стоит взять броню. У него появилось воодушевление. Силу воли можем передавать. И, наверное, его же нужно до седьмого левела дотянуть, чтобы артефакты, опять же, выпадали более высокого уровня. Пробивание брони у него еще хорошее, но оно особо не нужно. Что ему? Какое ему артефакт? У артефакт какой-нибудь на силу нужен хороший. Что у нас есть на силу? Дальность нет. Дальность брони нет. Передвижение и пробивание нет. 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 Артефактов высокого уровня нет. Подушевление из инвиза выходит. Не, не должен выходить из инвиза. В этом плане, конечно, он очень хорош. Талантов силы, урон силе. Можно узы вот эти вот взять. Смотрите, что в уровне. То есть сила, отбрасывание и таланты силы. Можно ему критулечку качать единицу. Таланты воли, сила. Хотя он уже 7-го левела. Ну ладно, все равно же нужно давать. У него какой артефакт сейчас? Уклонение от атак плюс сила. Хорошо. Хорошо. Сила воли тоже хорошо. Сила воли хорошо. Волю можно апнуть ему. Так, еще есть 25, ребят. 25 славы. 25 славы, это мы можем Канарий сделать 10-й. Можем тянуть этих упырей. Дедушку тянуть смысла пока что нет, потому что он уже максимум неукротимый, остальные все ему не нужны. где-то не помешало ему сдохнуть. С вероятностью 80% уклониться от смертельного удара, он все равно сдох. Можно зефр до, опять же, смертельного удара, уклонения и воли. Плюс у нее повысится быстрый ветер. Она сможет двум союзникам давать возможность, это особенно на старте важно, занимать правильные позиции. Да, давайте зефр. Повышение зефр. Да, двух союзников можем выбрать. Подбивает мне, конечно, взять ее немножко армора еще, но нет. Она должна восстанавливать армор. Она у нас 8 уровня. А теперь пока у нее 6. Полов подписался на премьер. Ярослав, спасибо тебе за... Сирослав Кспири подписан 10 месяцев. Не хочешь узалеть, и чтобы она всех отбрасывала на овере? Да нет. Наверное, нет. Хотя тут 2 силы еще есть. И таланты силы, то есть она по криту еще не сильно просядет. Урон к силе. Да, ладно, давайте попробуем. Проверим как раз. Самое время проверить, как работает отбрасывание. Талантов силы, урон силе. Давайте тогда клешню этому дадим. Зефр. Привлечение агрессии. Да все получается. Ребят, нас ждет двойное сражение. Тридцатое. Важное, сложное. Я не сражался на тридцатом. Но надо пробовать. Поехали. Очень хорошо работает. Перед двойной битвы может не стоит запретить велосипед. Опа. Не так уж и плохо. Смотрите, у нас свободный угол. Кони, люди смешались в кучу. Отлично. Начинаем с... Этот товарищ нас в любом случае не убьет. Много мало хитпоинтовых. Это то, что нам нужно. И мы довольно быстро должны передислоцироваться. Сверху что? Стрелок, да? Снизу два стрелка. Я даже... Так, наверное. Поехали. Что там у нас по... Вверх не будет. Ок. Дальше кто? Это будет после олеты, да? Хорошо. Ты добегаешь. А ты же метаешь топорики, да? Метаешь. Мечешь, точнее. Метаешь. Сюда вот надо подойти. Немного подходим. А давай, ладно. Оскорбляем. Надо было ближе подходить и оскорблять то, что надо было делать. Сейчас мы маневренность и попробуем оскорбили, да? Значит, можем теперь сюда по-быстрому. Раз. Дальше. Быстрый ветер. Олет там. А где второй союзник? А почему второго союзника я не могу? Будет ходить сейчас эта подруга. потом этот. И потом этот. Смогу ли я отсюда пробить ее? Не смогу. Готов ли я принять удар? Не очень, на самом деле. Не хочу. Он так-то тут не добегает. там. Ладно, короче, беги вот сюда вот просто и отстреливает его по ряпу тихонечку. Постреляет немножко. Вот этот вот по детку, видимо. А, нет, подбой. А, давай. Критуй. Получила? Тварь. Так, Могр подходит сюда. Да, думаю, надо ему все-таки броню пробивать. С его-то с навыком. Так, тебе далеко. Здесь уходим в сумрак. Водушевление теперь еще есть. Но помним, что двойное сражение, двойное. Поэтому аккуратно. У нас танк вытанковывает все вообще. Тут нет человека, который хоть как-то может пробить эту броню. Пробивает. Блин, все равно. Там единичка. Ладно, не важно. Сейчас надо вправо уходить. А, он... Ой-ой-ой. Не-не-не-не-не-нет. Я же оскорблял. Оскорблял заход до этого. Вообще, минус зефра так-то. Да, минус зефра. Еще один взрыв. В холодном. Думали, что я его отодвинул, и он будет, по крайней мере, после меня сразу... Повышаем дичь. Повышаем дичь. Повышаем его еще раз. Броня-то ему особо не нужна. В твоей ситуации, да. Давай тогда вот так. 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 А почему зефра... А, она... Я не понял, почему она не скастовала дважды еще. Хоть девятый. Давайте армор ей дадим. Глубо армор, выжили бы. Пожел на одного, а не на двух. Я понял. Поехали. Так бездарно просто отдал на двух просто выстрелах, на двух ударах. Пробегаем сюда. Оскорбляем. Раз. Он перемещается там дальше. Подходим сюда. Быстрый ветер. Раз. Два. Ну давай. Я бросил. Хорошо. От милишного подальше. От милишного подальше. Не добегает. Так изи просто здесь разбивается и все. Такое дебил. Там уже не пробивает. Это не угрожает, этого надо вышатать. Все равно всеми надо направо перегаслоцироваться. Все равно всеми надо направо перегаслоцироваться. Уходим нафиг. Нафиг, 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 нафиг. Как же не хочу рисковать. У него 18 максимум? А, 18 максимум. В общем-то казалось, что там 20 или 21. У меня предмет просто раньше были. Ладно. Здесь еще на троечку отодвинем его. И заблочил я могра своему. Это ерунда. Этого надо пробивать. Пробиваем. Хорошо. Хорошо пробил. Могром все-таки я добью. Упыря. А вот следующий ход уже буду убегать. Попробуем здесь немножечко подблочить. Блин, минус сейф. Мне, конечно, дадут сейчас один сейф на этом уровне, но нельзя было так отдаваться. Надо было внимательно смотреть на порядок ходов. Серьезно? Окей. Отдыхаем. 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 Уходим. Убегаем. Блочим. Ах ты какой хитрый. И тут обходит. Как будто знает что-то. Здоровяк. Отлично. И тут обходит. Что за люди? Так, следующий ход уже овер обязательно. Поэтому мы подходим вот так вот. Вдохновляющим. Где Фриману, если что, деждаст рок-армор? Да, кстати. Здесь нужно, конечно же, ремонтировать серик, серик, переподписан. Серик, юзер, спасибо тебе за перепоноску. Они два раза с тебя врезались и проявили тебя. Не, оно так не работает. Ладно, давайте так. Пошел овер. Чуть-чуть правее. Не получу, к сожалению, ослабу от дедушки. Ставим танка здесь. И ждем, когда будет подходить. Арчу хочу заблочить. Быстро. Ой, понеслась. Давайте посмотрим, как ковер будет. Ну вот, вроде он так и работает. Меньше урона, но зато больше контролем. Наверное, я даже уберу танка подальше. Хорошо. Что-то имба какая-то. Реально. Ааа, 13. Себя подальше. Давай, рунный ветер куда-нибудь сюда, для того, чтобы бафы еще насобирать. Вот такое, сила воли. Броня пробивания. Броня пробивания. Поехали. Встаем на овер. Сюда. 14 броня. Что за дела? Легкий блок. Арчу подрезаем здесь. Рог наполняется. А этого не оттолкнуло почему-то. Это плохо. Ой, ну куда ты полез-то, ёпаре, СТ. Минус дичь, судя по всему. Может, там лучник будет первым ходить. И он пробьет меня. Может. Ну вот, ходить будет. И все. Есть. Достанет? Не достану. Все. О-о-о-ой. Блин, дичи сейчас не отдать бы. Зря я лезу сейчас вперед. Вот какого хрена. Вдыхай. Вдыхай. Дичи валит. Винвиз упорит. Сейчас надо всеми поотдыхать. Оставить там одного врага. Да, имбовая штука, конечно. С отталкиванием. Иногда не действует. Непонятно, по какому принципу оно там работает. Но... Но работает. После опрокидывания у них ход заканчивается. А-а-а, вот в чем дело еще. Это тогда очень круто. Прямо очень круто. Восстанавливаем силу воли. Похорит. Такая... Получается, никто не сможет убить Алету. Ну... Получается. Без фанатизма дело овер. Но она в любом случае стреляет. Гарантированно попадает по цели. А, нужно, чтобы урон был троечкой выше. Я понял. Выходим. Вот сейчас, например, не получилось. Не зафойлить бы этот трак. Именно вот это сражение. Так, броня у нас полная. Чуть назад уже готовимся перегруппироваться. Не хватает воли. Отдохнуть бы. Хороший крик. Так, у этого единичка. Частичный урон блокируем. Этого тоже немножко заблочим. Хоняшка выпала. Кажется, хороший артефакт. Тоже то ли на дальность, то ли еще на что-то. Отдых. Ждем. Отдых. Добиваем. Все, сейчас всеми отдыхаем. И готовимся. Сейчас еще в угол. Передислоцируемся. Блин, сейчас уже он умрет. Не, не умрет. Хорошо, что я его верни поставил. Все, хорошо, хорошо, хорошо. Дичь отдыхает. Отдыхает. мы восстанавливаем броню. Не отталкивает, если подойдет юнит, и некуда толкать. Понял, 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 понял. Олетой тоже подходим. Коняшка ждет. Давай даже вот так встанем. Неприятно. Вот эти вот удары проходят. Нехорошие. Нормально. Еще немножко, друзья. рог. Потому что мы все равно, когда его убьем, у нас будет полный рог. Сейчас последний ход. Восстановим броню и добьем там уже. Потому что, видите, коню плохо. шесть. Ремонт. Хорошо. И добиваем. Ну что, подкрепа пробуем принять, друзья. Подкрепа неопределенная. Не знаю, что там будет, но у нас практически все здоровы, кроме атаковать. Так. Вижу. Хорошо. Хорошо. Расстановка очень хорошая. Я занял угол, в котором никого нет. Правда, этот упырь будет ходить первым. Мне нужно... Стоп, подожди. Как мы можем его пришпорить? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Давай. Давай так. Еле успел. Там уже не хватало времени. Так. Остановили этого упыря. Не доходит он. Это очень хорошо. Не подходит. Даже не попытался подойти. Дальше мы его должны остановить на подходе вот так. Да, народу тут прилично. Уже можно вдохновляющим, потому что вот верхний-то дойдет. Поэтому тоже хотелось бы пострелять. Пока что ждем. И кони, да, у нас? Хорошо. Хорошо. Рок полный. Так, давай-ка рок-рок на случай крита овер третий. Здесь же может и где-нибудь смануалить и английский заканчивать. Даже не проверял. Ага, понятно. Так, здесь имеет смысл пробить броню. Уже начинает ключить. А я не могу выйти, кстати. Здесь будет у нас лагин. А этот подходит уже к гаду. 18. Ну, ждем. Пошел. А где овер? Овер. Тут не успели выстрелить почему-то. Давай ближе. Блин, как же. Вдохновляюще. В долгих битвах такое бывает. Отлично. А лето начинает. Игра не выдерживает такую имбу, говорят. Тони, вы что? Все нормально. Все лето. Full overwatch. Здесь можно еще разок армор снять. Он подойдет, все равно мы его откинем. Я даже не знаю, как тут олету в принципе могут ушатать. то есть она в центре может стоять. Почему не стреляет? Поэтому. Поэтому стреляет, поэтому не стреляет. Очень странно. Вдохновляюще. Надо будет рог потратить. Вообще, дичь, чем надо было передавать, вдохновлять. Но он хорошим надо проверить, чтобы его не шокнули одновременно с этим. Одна клетка выпаса, чем он триггерит overwatch. Да, точно. Тут всего лишь один стрелок. Вот это вот коняшка. Продолжаем проверить. Давай постреляем так. Отходят, гады. Да не подойдут. Давайте проверим, передается ли волям воодушевление. Двоечку передали, из инвиза не вышли. Хорошо. Он как раз может отдыхать при этом, при всем шикарном. Вот еще одна полезная способность дичи. Не только блокировать, убивать инвизных, но еще поддерживать силой воли нужных бойцов. Я не знаю, если честно. Можно попробовать рунный ветер сделать на случай, если тут будет плюс 3 к атаке и пробивание силой воли. Стреляет по броне. Сумасшедшие лаги идут. Просто сумасшедшие. Овер и снова дичь им передаем. Убью вот этого товарища. Все равно помешает мне. Плюс 2 слабые дают. И это 30 уровень уже из 40. Это двойное испытание. минус еще один варл. Остается 6 человек. Слава плюс. Реально такой имбовый предмет с отталкиванием. Не передал я, к сожалению, силу воли, но есть 2 киллса, соответственно, и в роге есть запасы, и у уалета есть двоечка. Что они творят? Что творят? Ремонтируем нашего варла. Коня подрезали. Этих отталкиваем, они все битые. Подойти нормально никто не может. 2-12. Я подойду поближе, чтобы потихонечку бахать уже в следующих врагов. На самом деле можно и в атаку идти. Эти мегабиты дичь воодушевляет. Это еще на идеичку воодушевление, там же эффективнее будет работать следующего уровня. Подходит тут еще пробой, сразу убили. Это благодаря тому, что конь снял армон. Ну и благодаря тому, что у него в принципе много было силы, там 17 что ли, а у нас 12 еще, там плюс 4, плюс 2 урона дополнительного. Еще минус один вармон. Остается молочевка из 4 человека. 4 человека, Карл. 4. Делаю рунный ветер, но не знаю зачем. Все лагает. Танк держится. Здесь отстреливаем раз, пятерка. Здесь отстреливаем два, двойка осталась. ну и наверное пойдем просто атаковать. Это минус один. Это минус два. не надо было армор пробивать. Еле-еле. Чит-чит. Да. Что это? Это мне? Что? Я же не принесла. Я не помню, как это делается. А, пролиски. Подснежники. Что? Отлично. Молодец. Так, я тут немножко отвлекся и, соответственно, у нас пропуск был хода, но у нас есть зефр, которая с вероятностью 80% снимает. Вот зачем я лез, да? Казалось бы, сейчас бы еще переиграть бы в конце концов. Не, ну мы справились. Ребята, справились! 30-й уровень взяли! Двойной, причем 30-й уровень. Сейчас нам дадут 20 плюс славы, плюс еще 10 славы и два артефакта. Конь, седьмой, зеленый эйкр. Статуэтка коня легендарного лучника и седьмой брошь гаукра. Амулет валки. Валки? Причем кинжалу любовницы. Хм, на этой ноте можно идти в PUBG. Не, соколик, еще полдесятого. Ты мне вчера не дождался. 27 славы дают. Еще сейчас здесь 37 славы и один сейф. И у моего остается последней четверти. Я враг атаковал со всех окрестных холмов. Воздух наполняли непонятные звуки. Опять драги, что ли? Способность вести с ума любого. Так, во-первых, смотрим, что за артефакты. Конь карста на дальность. Да, два дальность таланта пробивания. Два дальность таланта пробивания идут лесом. Все таланты и воля заход для валки. Тут воля при отдыхе, воля за убийство, талантов напряжения, но можно менять на самом деле. Может даже взять что-нибудь более. Нет, привлечения агрессии нет. Нет. На самом деле ей можно взять три брони, уклонения от атак и уровня всех талантов. Просто чтобы она танковала, как не знаю кто. Друзья, а кто-нибудь сможет сказать следующий левел? Я смогу сбагрить? Я вообще сейчас просто могу еще сбагрить насколько там будет сложно. Не хочешь игру перезапустить? А это после сражения нормально должно быть все же. Надо игру перезапускать. То есть мне хочется славы, мне хочется сбагрить артефакты, их много ненужных. осталось девять уровней, друзья. Девять. Три воли за убийство летки, она же еще жесткий палач. В смысле нет, ну как, зачем ей воли за убийство, если у нее воля от спара, воля от дичи и воли хватает. я хотел бы сейчас рискнуть и попробовать отдать кого-то. Желательно взять какой-нибудь танк, типа Игилии или Гун Мундра. У тебя все почти десятки, зачем сбагривать? Не хватает. Я быстрее получу десятый. Валкер жутко зайдет амулет, но от чем? Плюс воля всех талантов, талантов у нее нет никаких сейчас. Единичка воли за ход, а не лучше ли три воли на отдыхе? Да, летка с нокбэком. Не, давайте, я думаю, что сможем. Игиль берем, апаем его максимальным. шестой уровень получаем. Артефакт в любом случае нужно брать шестого уровня. Талантов воли, силы воли. шестой уровень. Шестой уровень. Шестой уровень. кроме кроме этого он очень хороший танк а сейчас будет папа сейчас будет папа мне что с игра свернулась в окно и зависла не отвечает закрыл у меня сейф после этого должен быть ну до этого уровня надо было перезапустить поставь пока нужны потом поменяешь же нет если я его потеряю я не поменяю кажется девайс хотя мы не проверяли не проверяли меняешь говорит хорошо 30 уровень и проверял я пробовал ставить они менять но видимо до можно так окей и гильд уровень 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 бронезаход с богом друзья с богом конно рожденный вместе с этими стрелки раз-два всего лишь два стрелка очень хорошо группируемся как группируемся а это нам сзади еще же нужно глыбы разрушить они будут бесконечно идти кажется да если я правильно помню еще под фармин тогда если они бесконечно идут нитка на рожденную сюда тебя сюда поближе да отступаем к этим к осколкам одного надо с да дедушка сюда на самом деле можно уже вдохновляющую делать потому что они очень близко вот это подойдет это подойдет это и лучше начинать сразу же я полагаю как те пока ничего не надо снимать соответственно просто подходи сюда и пробивая потихонечку ну что over наверное коняшкой нужно подстреливать хорошо до коняшка чуть вверх эти двое танкуют коняшка просто ну вот сюда давай коняшку не будем вверх 15 15 15 боли ладно слим так в компании надо было убить весь снег тут у ду 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 он до меня доходит в любом случае да не могу я так чуть назад зря так стоял у меня хотя бы вот так вот надо было ближе калете подойти так нормально состав не очень серьезный по врагам хорошо а надо я боюсь что мне воли может не хватить валетом в такой вот именно ситуации когда парочка демидж дилеров у меня черт знает где эксперт и говорят не надо глыбы чистить хорошо подходит очень странный ну но я все равно выстрелю потому что здесь нечего больше делать держимся держимся какая кучность конская ой дискрит удар по артерии это подходит тоже получает не хватает ауешки я наверно буду по единичке уже делать уйду немножко сюда надо чтоб они подошли надо чтоб подошли хотя зачем можно их покоцать еще разок другое тогда у них вообще со здоровьем будет беда здесь пока что можно сделать рунный ветер глядишь выпадет сила и котлетка сможет броня сила воли ну можно сила воли сила воли взять хорошо рискованно да давай возьмем броню и один овервотч не хочу сейчас тратить пусть они подойдут пусть хотя бы наши товарищи там конь в танк по поработают так давайте-ка восстановим славу это ваш там по нему раз ключевой лучников убрать лучников тут буквально двое причем уже один и у одного всего лишь 8 кп ну то есть это не серьезно абсолютно бежал бьет ничего страшного да все равно нужно его отдавать тут урса бы зашла прекрасно да по единичке видите урон какой не серьезный нормально нормально так мундер может бешенство сделать но не может он сделать бешенство к сожалению потому что лучше каменную стену поставить надо и может есть сделать чтобы он ворвался в любое место вот куда-нибудь в куче вот сюда вот и уже раскидал людей конечно как хорошо что я лемминга сдаю очень хорошо все это сейчас уже близко достаточно можно наверное уже да и битые все то есть тут уже можно убивать вдохновляющий сок заходит в пабжи жук если слышишь конечно саботер просто просто саботер так давайте сделаем быстрый ветер раз и коня я еще сделаю быстрым ну чтобы можно было да забей это ни о чем чуть поближе чтобы по дальнему проатаковать максимальный овервотч здесь куда угодно можно убежать наверное побегу сюда потому что могу сомнительная логика конечно раз могр откидывает не уверен что таран тут хотя должен сработать и видите овер не сработал потому что олета не достает до той точки так здесь мы вроде как вот сюда вот можем ворваться и надо его сдавать и надо бешенство использовать бешенство ой овервотч вообще класс блин как они сочетаются вот все вот эти вот контролящие штуки контролящие штуки еще она да к сожалению тут он не успел ударить просто слушайте бешенство и олета это это вообще топчик это вообще топчик прикиньте слушайте а если она она сделает 3-4 овервотчи если до каждого если до каждого будет доставать то она сделает овервотчи то есть подпускаем максимально потом бешенство в разные стороны а лето по всем целям которые в радиусе стреляет уже раздумал агель сливать ну да кстати есть большого количества персонажей есть такие обилки поэтому нормально ремонтировать да не нужно вообще ничего там делать это это такое шаталицы гильты топ танки в курсе я в курсе все в порядке оставляем котлетам на максимум ну что мили 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 чуть поближе чтобы под под этого расстреливаем раз это минус подходим сюда отталкиваем на единичку видишь да если недалеко отталкивать то видите овервотч срабатывает этот минус с проверим и гилем хотя не достанет она по двоим бешенство а этого убьет просто поэтому не достали жесть какая то слушайте а я и гиль это не убиваю своего хотя может убьем ладно валим короче гиля я его сдам потому что все равно есть замена более классная я уж лучше артефакт сдам пусть они его бьют там и и и и и и и бей бей меня бей меня полностью ах ты гад и и и и и Ну, не такого хорошего танка, потому что мне, по сути, не танк нужен, а с базовым бешенством. Например, этот псих рыжий с дергающимся глазом. Но мне кажется, что я не смогу здесь уже справиться. Потому что видите, что творится. Он меня не бьет просто. Он меня просто не бьет. Пробую забарикодироваться. Сделать так, чтобы у него был выбор либо бить мега жирного танка, либо бить не такого жирного. Встаем, надеемся. Встаем, 18. Да, вот, 18. О, давай, бей меня полностью. Все, 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 все. Зачем нам огорпать? Он очень хорошо отгораживает слабых пацанов. Капец, нашел кого бить. То есть, могор, это не только танк. Он еще... Короче, попробуем... Может, тогда стелепортировать эту подругу. Короче, попробую убраться конем. А гелем встать сюда, вот, типа, чтобы... Блин, он сейчас же заблочит просто меня. Убрался конем, называется. А, нормально все. Так. Дальше у нас идет быстрый ветер. Поехали. Катлетка ждет. Ты просто убегаешь, чтобы тебя не было как цели. Да, я думал, чтобы попробовать еще бафнуть врага Все, я встаю таким образом, что Блин Ладно, давай так, может ты не пройдешь мимо Бей меня Ну бей Я не знаю, почему он не бьет игиля Это загадка прям Пока вас ремонтирую Можно реальному бафу надавать Может вообще всех убрать отсюда Двоих пусть перебегают Пес А, тараном в игиле стукнет точно Во, вот это хорошая тема Это очень хорошая тема Я же могу тараном своих В игиле прости Оооо Опять армора Вжухни ловушку Какую ловушку Он все равно игнорит Ладно, ничего, ничего, ничего Придет время Посмотри какой Не, опять 16 армора Не знаю, что делать-то Что это такое А, можно нитку в уголку Кстати, сплэшем своего занять А, у него артефакт Который восстанавливает броню, кажется Бей меня, ну Бей Да, там Оригин идет Ладно, пропускаем Мне нужно его все равно таранить Максимальным Смотри какой битый Ну Смотри Вон Ну давай Окей Нитка в иголку По максимуму Видишь по своему Бронюшку он пробьем А, мы вообще В принципе его можем Таким образом Ушатывать Таран Ну вон Смотри какой Вот он сладенький Ну давай Ваншот Просто его Давай Давай нападай на меня Ну Тупая лошадь Я уже все Я уже смирился Что мне придется Его вот так вот добивать Слава тебе Господи Сдох Ой Конь Ну ты Еще на тебя Рассчитывать нельзя Победа Друзья Сбагрили Артефакт Где-то 15 славы Получили Заги 10 уровня Три Ко всем Атрибутам Клятва Андра Топовое Кольцо Да Ешь Этот танк Надо сейчас Брать И кажется Еще что-то Надает Игиль Помер Слава тебе Господи Сколько Можно было Терпеть Это называется Привлечение Агро У него нет Артефактов Которые Увеличивают Первой Жертвы Войны Стала Цивилизованность И вот Показались Ее укрытая Снегом Кость Игиль 35 35 Славы Извини 59 Так А Еще шанс Двойного Урона Сили То есть Тут еще Критулечка Блин Ну я не знаю Кому это Коню Таланты Не нужны Может быть Даже на вырос Дичу Тоже Не нужно А лети Не нужно А лети Точно Не нужно Слушай Третьи Криты И Неуязвимость Отбрасывание У тебя Ну Криты Ивась Ну Что Криты Почему Те Криты У тебя Криты Крит Еще То есть И Двадцатка Крит И еще Критулечка Будет Собилки 50% Крита У тебя Будет Больше Дашь 55 Отбрасывание Тогда не будет Так Если я ставлю Сколько Крита 35 Всего Крита У меня Влили На прокачку Глитр 34 Слава Запорхну Получили 35 Ты езжешь Да ладно Серьезно Не Не может Такого Быть Не 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 Да Так Можем Поднять 8 8 Сделать Чтобы Опять Предметы Топовые Вытаскивать Рыба Передвижение Пробивание Фигня Броня Отражение Силы Тоже Фигня Все Таланты Броня Уклонение От Атак Может Кого До Десяточки Если Мы Олете Оставляем Предыдущий Артефакт У нас Получается Шанс Двойного Урона Силе И уровень Всех Талантов И Самый Близкий К этому Дичь Но Нам Не Хватит Очков Чтобы Протащить Может Канарий Канарий Пустая Канарий Бесталантная Но Зато Она Будет Танковать Три Брони Уклонение Если Мы Дадим Этот Чит Тут Дальность Хорошо Решает Ей Ей Помогает Дальней Стороны Талантов Пробивания Отталкиваем Ниже Имбани Да Имба Имба Я согласен Пока Работает Надо Надо Использовать Блин Что Забыл Шестого Левела А еще Сила Плюс Да Давайте Олете Возвращаем Шестого Уровня Артефакт У нас Соответственно Вакантный Три Ко всему Трибутам И 20 Крита Броня Привлечение Агрессии Отражение Силы Не нужно Это Я думаю Что надо Делать 8-8 Чтобы Было Больше Выбор По Предметам Поэтому Повышаем Спарра Он Коты Левые Какие Вообще Охренели Тут Что ему У него Неуязвимость Причем Максимальная Ему бы Ему Защитую Жизнь Самая первая Дичь Повышение Четыре Единицы Силы Воли Да Прям На стол Ребят У меня Аллергия Чего 8-8-8 8-8-8 Канарий Напрашивается На десятую Но опять же У нее нет Предмета По десятую Общение Агрессии Нет Передвижения Пробивания Нет Все таланты Волю Заход Нет Нет И нет Ничего Зефра Тогда Давай Зефра Зачем Ну Сила Воли Ну А зачем На тебя Ну Чтобы Потом Неуязвимость Взять На девятом Тык-тык И будешь Эффективнее Сейчас Раскастовывать Или дича Апна Девятого Тогда у нас Будет Водушевление Дикое Бесконечно Можем Овервочить Давай так Раз Два Ну не бесконечно Там все еще второго уровня Неправильно посчитал Дичь девятый Таланты броне Уклонения Так по броням Но броня ему особо Не нужна Да Так себе Поехали Поехали Так Медведи Бронированные В том числе Медведи Самое Простое Это вниз Уходить Соответственно Дидок Сюда Ты Сюда Так Блин Плохо Тут Мне надо Ниже Наверное Медведь Может добежать Но этот Точно Добежит Не менее Опасная На самом деле Вот эта Вот штука Так Медведь Не доходит Этот Доходит Но он Ходит Не первый Поэтому Мы Уходим Сюда Этот Будет Первым Ходить И я Был Попробовал Его Оскорбить А потому Что Он Вот этих Двоих Моих Ушатывает Медведь Этот Не доходит Бронированным Все Тут Отступаем И делаем Хейст На Двоих А на Кого Кто Будет Атаковать Неважно Неважно Всех Кроме Танков Быстрый Ветер Раз И Два Поехали Ты Сразу Сюда Можно Оттолкнуть Его И Покоцать Чтобы Не угрожали Хорошо Так Коняшка Вальна Коняшка Сюда Еще Выстрел Здесь Получим Но по танку А Взрыв Из Два Хита Лучник Будет Ходить Окей Значит Танком Сюда Потихонечку Лучник Подходит Достает Ведь 10 урона Ладно Мы там Броню Прокачали Уходим В инвиз Видите Все таки Видите Он Исключили Мы его Из игры Увы Ой Медведь Этот Подходит Доходит 19 А И сплэшем Инвизного Проявили Вы Не 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 Нет Нет Твою Мать Так У Нас Спасибо Ну В общем Это ГГ Ну Это Все Танк У меня Минус Не Выживет Мы Не Выставим Я Попробую Конечно Его Там Как Там Так И Так Товарищи Увести Но Тут Наверное Даже Надо Выводить И На Овер Ставить Котлетам Просто На Овер Потому Что Она Отзонить Может И Как-то Спасти Может Чисто В Теории Подходит Еще Один И Все Хватит На Сегодня Друзья На Этом Трансляция Закончилась Нам Остается Немного Боев Но Я боюсь Что Мы Не Пройдем Все В последнем Нет Еще Два Сейва Все На Сегодня Схватит Спасибо За То Что Смотрели Сейчас Пойду К Соколику Играть Паб Джи Пока Схватит